Лето ближе, а культурная жизнь края ярче. В ближайшие пять минут расскажу, какие события ожидают нас на этой неделе и что непременно нужно увидеть своими глазами. Попасть в мир иллюзий и метафор можно в Краснодарском художественном музее имени Коваленко. Там проходит необычная выставка. В экспозиции вошли работы, выполненные в стилистике contemporary fine art. Это направление на стыке современного искусства и дизайна. Отдельный раздел посвятили киномеханике, как зарождался киноландшафт и появлялись вымышленные персонажи. В общем, если хотите увидеть необычные экспонаты, вам в музей имени Коваленко. Вся страна знает его тонкое чувство юмора. Актер театра «Квартет» и Александр Демидов в Краснодаре предстанет в необычном амплуа автора-исполнителя. Мало кто знает, что артист более 20 лет пишет стихи и музыку. В 2009 году он создал свой коллектив композиции «Деминов Бэнд». Это легкие мелодии и неиссякаемый юмор. Кроме песен, зрителей музыкально-интерактивного шоу ждет живое общение с артистом. Главное в жизни считает он отвечать за свои поступки. В Краснодар приезжает победитель Евровидения и наставник начинающих артистов Дима Билан. Поклонникам творчества исполнитель представит новую программу «Не молчи». Если вы собираетесь на побережье, то стоит запланировать не только прогулки по пляжу. В Геленджике, в галерее современного искусства «Белая лошадь» проходит выставка необычных произведений искусства. В качестве материалов автор Нина Никифорова использует то, что многие выбрасывают в мусорное ведро. Это пластиковые контейнеры и бутылки, журналы, целлофановые пакеты. Из всего этого автор создает объемные картины и скульптурные композиции. Как-то мне пришла такая идея рождения ангела. Вот это ангел большой, взрослый ангел, и он принимает откуда-то из океана, из небытия маленького ангела. Новый взгляд на известную историю в Краснодарском молодежном театре можно увидеть спектакль по пьесе Эрика Эммануэля Шмидта «Миледи». Известная по советскому фильму «Д'Артаньян и три мушкетера Леди Винтер» в этой постановке довольно неоднозначный персонаж. Режиссер, профессор Гиттиса Михаил Чумаченко во многом оправдывают главную героиню. Эпоха дворцовых переворотов 17 века изменила судьбу людей. Роскошные декорации, яркие костюмы дополняют захватывающую историю. И, конечно, не обходится без боев на шпагах. Увидеть «Миледи» в новом свете можно со 2 по 5 июня в Краснодарском молодежном театре. Одна из самых неоднозначных исполнительниц современности Наргиз Закирова выступит в Краснодаре. Экстравагантная внешне. Уроженка Узбекистана очень открыта и доброжелательна с публикой. И, несмотря на все испытания, через которые прошла певица, главным считает умение любить и прощать. Услышать завораживающий голос Наргиз Закирова и почувствовать на себе ее положительную энергетику можно 10 июня в Краснодаре. Без минуты время пить чай. Сеть кинотеатров «Монитор» представляет новую экранизацию произведений Льюиса Кэрролла «Алиса» в «Зазеркалье». Главной героине на этот раз предстоит попасть в страну чудес не через кроличью нору, а пройти сквозь зеркало. Девушка должна спасти своего друга-шляпника, который изменился и уже совсем на себя не похож. Как всегда, без приключений и нелепых ситуаций не обойдется. А это история для поклонников компьютерных игр. В широкий прокат выходит картина «Варкрафт», действие которой разворачивается в одноименной вселенной. Люди встречаются с орками. Чем это закончится? Смотрите в кино. Такими культурными событиями будет наполнена жизнь края. Созерцайте и впечатляйтесь. С вами была Екатерина Славянская. Увидимся на телеканале «Кубань-24». Субтитры создавал DimaTorzok